По поводу Тарковского, оригинальный, талантливый, эрудированный, с характером, с чудовищным характером, но ведь хуже, чем у Тарковского, характер только у меня и у Вишневской. То есть Тарковский еще хуже у Вишневской характер и, значит, еще хуже у меня характер. Но Вишневский мой, конечно, идеал, вот Галина Павловна, но неважно. Так вот, Тарковский невозможно перенасыщен цитатами из Библии, просто через край-то вываливается, это разбухает эти цитаты из Библии, которые набили оскомину. Потом достаточно однотипная стилистика, его стилистика замечательная, снимать вечно, знаете, небо через лужу, ну, хорошо, ну, оригинально, да, но можно там на пятый раз снять небо, его просто так, как бы скучно, примитивно, просто небо. Но самое тяжкое для меня, это когда из меня режиссер пытается коленом выбить метафизику, или вбить, я не знаю, то есть вот просто коленом выбить восторг, признание, и то, что он глубокий режиссер, вот коленом, да. Поэтому, когда вот в одной сцене у Тарковского, я помню, идет театр Ледсовета, Янковский, Янковский, какая легкость. Вот у Тарковского этого не было, а нужно, может, и тяжело, и легко надо, чтобы была амплитуда. Так вот, идет Янковский, со свечами, у меня свеча, водоем, все такое пасмурное, ну, это метафизика, в общем, метафизику быть нельзя, когда много света, и все красиво, и все хорошо, почему-то считается, что нельзя, как болезнь русской культуры, это достоевщина. И вот задача режиссерская перед Янковским через этот водоем, через эту пасмурность, пройти со свечкой, а вокруг всякий ветер, ну, здесь, если ты будешь дуть на площадке, уже будет ветер. Пройти, чтобы она не потухла, она тухнет, он еще раз идет. Я понимаю, я уже сразу понял, что он должен, это его задача, дойти. Ну, уже все ясно. Зачем мне дальше это все смотреть, мне уже понятно заранее. Я хочу смотреть то, что мне непонятно. Нет, он идет, и это нарочитая метафизика. Я вижу просто одно колено, второе колено, третье колено режиссера, который из меня выбивает, просто выбивает духовность такой силы. Я уже, товарищи, ну, он идет 30 секунд, 40 секунд, минуту идет со свечкой. Дайте, хорошо, дайте ему премию, дайте ему Оскара, Сезара, дайте ему, что там, берлинского медведя, козла, все что угодно, дайте все кинопремии, только пусть он уже дойдет. Мне понятно, да, все, я уже почувствовал, это очень высоко, это глубоко. Ну, как, я не знаю, у кого очень как это бывает, это глубоко, но уже понятно. Ну, я понял, вот эта нарочитость и отсутствие амплитуды, когда вот здесь там веселая, здесь глубокая, все, а вот это вот постоянное коленом, 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 и, по-моему, даже на рублевую, когда, по-моему, корову там сожгли, даже ради чего-то, ради съемок сожгли корову, да, по-моему, так. Хотя, пока один кинокритик опровергал, что нет, на самом деле, не полностью сожгли. Вот, искусство, советское искусство Тарковского антисоветчика требует жертв. Выдающийся, выдающийся. Оригинальный, оригинальный. То есть, смотреть, ну, вот я посмотрел для информации, для культурного уровня, но наслаждения нет, потому что наслаждение – это наслаждение, это… Вот что я думаю о Тарковском. Это просто мы сидим с подписчиком, который, как говорил, дописался, заслужил встречу. Вот я отвечаю на вопросы, которые уже не могу отвечать.